всем здравствуйте и добро пожаловать на урок сегодня мы заливаем первый слой подносом у меня получилась очень неприятная история история крокнулась видео которое я хотела вам сегодня показать поэтому вместо него сделала максимально похожее дно но уже не заморачиваясь со скатами с мантами залью покажу как я заливала тот подносик ну и дальше мы пойдем по плану будем уже заливать поднос с мантами ну к сожалению бывает такое бывают технические вот такие проблемы с телефоном или не знаю что произошло но как бы разницы нет принцип работы у нас тот же самый просто мант сейчас не будет но когда мы заливать уже пену морскую манты у нас появится на первый слой этого подносика он меня 20 на 30 сантиметров у меня уйдет примерно 250 грамм смолы средней вязкости я замешаю цвета у меня будет обязательно стать прозрачный прозрачная смола в стаканчике и в первом не пойдет океанический буквально две капельки и ярко-синий одну капельку я возьму мне нужно получить очень прозрачный состав он как вы видите оттеночек есть но он очень-очень светлый мы создаем поднос он у нас будет плоский но при этом будет выглядеть как очень объемный у нас будет как будто бы глубина поэтому все это мы будем создавать светом нижняя часть поднос у нас будет абсолютно прозрачная потом вот такой легкий легкий оттенок и дальше поглубже добавим побольше капелек и тем самым углубим то есть чем больше цвета мы добавим тем глубже у нас получится водичка в глубине если вам хочется перламутра ну тогда его совсем-совсем чуть-чуть капелюшечку буквально граммулечку добавляете а так в принципе и без перламутров пигментов будет очень красиво смотреться обратите внимание что бортики у меня закрыты закрыты бумажным скотчем и обязательно закройте так чтобы они не прилипали ко дну одна отступите сантиметра два там нас будет наливаться смола и нам не нужно чтобы смола погрузилась в скотч скотч должен быть выше конечно же порошочек рези вейф уже знаете как его замешивать замешивайте плотный белый состав сразу тщательно перемешивайте без комочков вы продолжаете задать вопросы почему осел порошок почему появились комочки опять же размешивайте хорошо тщательно прям не торопитесь минуты 3 4 5 прям хорошо хорошо замешайте бывает порошок приходит прям очень быстро моментально размешивается бывает больше нужно времени но вы видите когда у вас прям нет этих комочков причем нет не только сверху но и на дне не оседают значит все хорошо вы правильно сделаете прям тщательно словно взбиваете миксером цвет вмешиваете в эпоксидную смолу этот порошок получается белый непрозрачный состав очень мало оттенков сегодня будет опять же напоминаю вы можете любые цвета использовать во второй стаканчик у меня пойдет уже две капельки океанического пойдет пару капель ярко-синего и еще две капли темно-синего добавлю то есть это этот тот свет который у меня будет поглубже если вы хотите оттенок сделать еще более темного или приглушенным можно добавить графитовый но я вот графитовый добавлю потом попозже покажу вам прям в этот же стаканчик просто немножко углублю хорошо перемешиваю смотрю на палочки что у нас с вами получается видите у нас два оттенка один очень прозрачный океанический и ярко-синий другой тоже океанический ярко-синий плюс еще темный и побольше капель поэтому цвет смотрится поплотнее опять же хочется если перламутра то совсем немножко если нет то не надо его насыпать беру самый светлый наш оттенок но отступая от края и как полосочками его выливаю тоненькими смотрю где у меня будет проходить цвет и в наше будущее волна намечаю этим цветом а потом беру прозрачную и вот прямо прозрачненькой хорошо заливаю смотрите чтобы у вас смола хорошо дотекала до бортика подноса бывает смола густая она они очень хорошо течет особенно в углы плохо затекает вы прям палочкой продвигаете смолу она должна вас равномерно заполнить весь подносик наш затечь в каждый уголочек и здесь и прям переменя перемешиваю беру прозрачную смолу и добавляю ее в нашу цветную можете стаканчика налить сделать маленький носик можете вообще просто залить светлую потом с оттенком потом потемнее самый темный наш цвет полосочками а можете как я вот так наливать как бы кусочками а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok Добавляем DimaTorzok Сейчас еще добавим цветного Добавляем DimaTorzok Вот я прям беру наш стаканчик, беру графитовый цвет И прям в эти остатки добавляю пару капель графитового Получается более темный оттенок Тот же самый оттенок, что был, но потемнее И тем самым эту глубину в нужных местах я могу добавить Могу сплошняком налить, могу капельками покапать То есть здесь уже как вам хочется, какой эффект вы хотите получить Можно вообще не добавлять эту глубину Могу и так смотрится очень красиво И старайтесь работать аккуратно Если капаете на скотч, возьмите сразу влажную салфеточку, протрите Тем более, если вы капнете смолой в тех местах, где у нас нет скотча Обязательно протрите Наш подносик должен выглядеть очень аккуратно и красиво И еще момент, для того, чтобы пройти, поразгонять пузырики Скотч обязательно нужно снять Иначе он у вас загорится Поднос небольшой Ну и вообще очень аккуратно с горелкой Ограничено движение горячего воздуха бортиками подноса Очень быстро разогревается смола, может загореться Так что аккуратненько, вплоть до того, что вот маленькой горелкой Чуть-чуть прошлись и оставьте Даже если где-то у нас останется пузырики Они даже очень красиво в итоге будут смотреться Потому что у нас будет еще следующий слой И эти пузырики как бы будут под водой И тоже очень интересно смотрятся Ну а если горелкой, скотч убираем И желательно вообще стакан воды Я вам напоминаю, стакан воды большой должен стоять у вас рядышком Если вдруг что-то загорится, чтобы вы быстренько оперативно могли потушить Аккуратненько, маленькой горелочкой Быстренько лишние пузыри убрали И все Убрали мусор, если вдруг он попал И поднос небольшой, его очень удобно накрыть Можете прям к чему-нибудь пластиковой крышкой какой-нибудь большой Накройте, чтобы лишняя пыль не летела Это ведь у нас предмет, на котором будет потом пища, еда Поэтому не дай бог какие-то волосинки Лишние пылинки в данном случае нам уж точно не нужны И мы с вами оставляем подносик Он у нас стоит до того момента, как у нас смола подзагустеет И следующее видео у нас уже будет создание морской волны Субтитры создавал DimaTorzok